здравствуйте у меня маленькое видео по поводу новинки которые мы сделали это пока прототип но эти прототипы мы съели вы же понимаете и маленькая вещь помещающая в кулаке в наших фирменных цветах красное черное новый электронный манометр сейчас я вам вкратце расскажу о всех его функция и продемонстрирую некоторые его характеристики кратко о конструкции нового манометра мы из опыта эксплуатации предыдущей версии уяснили что не все что там было нужно некоторые технические решения были довольно спорными в частности провода или кнопка включения все это здесь переработано мы заменили олэд дисплей на жидкокристаллический что повысит очень серьезно живучесть батарейки то есть по нашим расчетам там в районе пяти лет она будет и я вам сейчас покажу устройство манометра вот он не работает он спящем режиме энергопотребления нет вернее она минимальная для опроса от датчиков положения для того чтобы включить его достаточно просто ну его или изделия с установленным манометром взять руки вот он включается теперь например вам нужно заменить батарейку вы откручиваете крышку затянули откручиваете крышку в крышке находится экран и плата экрана можете это видеть вот сам экран плата экрана пины контактные и вот такая п-образная ограничительная но я не знаю как это не площадка полушахта так скажем в самом корпусе манометра находится батарейка и ограничительный штырь батарейка меняется просто вытаскиваю отсюда вот батарейка находится плата датчика и гайка которая прижимает датчик внутри корпуса и для вас это не нужно для того чтобы получить доступ батарейки это не нужно открывать для того чтобы получить доступ к углотнению датчика я покажу позже тоже нужно открывать соответственно батарейку просто кладете сюда она никуда не денется вот этой п-образной шахтой вы когда ставите крышку должны попасть вот в этот пин штырь накрыли у меня всегда проблема с попаданием беда так еще раз и когда контакт замкнется вот он включается опрашивает себя и уходит в режим спячки вот их она выключилась теперь касательно резинки датчика если вы помните старой версии у нас довольно проблематично было заменить резинку под датчиком надо было разбирать весь манометр люди отрывали провода и прочее разное здесь другое решение вот это не анодированная деталь это есть уплотнение она просто вытаскивается вот здесь резинка уплотнения датчика для того чтобы заменить вытащили эту ножку меняли резинку вставили обратно обратите внимание дыхательное отверстие она сделана здесь не просто так дело в том что оптимальным уплотнением манометра является уплотнение по торцу потому что в этом случае площадь на которую давит воздух минимальная и нагрузка на резьбу и на весь корпус минимально некоторые производители делают уплотнение вот по этому торцу я считаю что это не совсем правильно потому что за счет большей площади возрастает давление возрастает нагрузка на резьбу и на корпус мы как-то не думали что есть производители которые так делают и совершенно случайно об этом узнали благодаря одному из наших тестеров который взорвал этот манометр получил некоторые ранения не успокоился на этом вкрутил еще раз этот манометр опять его взорвал и наконец-то он понял что так делать не надо мнение было как раз по торцу для того чтобы избежать подобных казусов в будущем мы вот это дыхательное отверстие перенесем на сторону где гарантированно никакого не будет уже уплотнения и вы можете задать вопрос а каким образом например его вкручивать в изделие ну вот например здесь у нас есть губки под ключ можно крутить ключом если например у нас получается так что манометр находится внутри изделия и мы не можем руками выкрутить то вот мы берем вот такой ключик вставляем в пазы специальные попробую вот здесь вот он стал то есть вот так выкручивается ну и на изделие соответственно вот попал и соответственно точно также выкручиваем закручиваем таким образом можно поменять батарейку в изделие в манометре без спуска воздуха потому что экран и датчик разделены плюс к этому манометр герметичный то есть его можно погружать в воду более того мы проводили эксперименты с его заморозкой он продолжает в глыбе льда показывать давление показывать цифру так что манометр довольно надежный с механической точки зрения ну и с электронной точки зрения тоже выключается он через 30 секунд ну мы наверное это оставим так 30 секунд более чем достаточно для того чтобы он выключился проводим эксперимент мы сейчас проедем на машине по разному покрытию по грунтовке по асфальту и посмотрим будет ли он включаться на каких-то покрытиях для того чтобы выяснить будут ли разрядка его или не будет народ переживает говорят будем катать машине он взял возьмет и разрядиться на манометр внимание поехали кстати автомобиль который мы движемся он тоже электрический так это у нас грунтовая дорога сейчас я разгоняюсь я не вижу круто включается нет мы потом посмотрим на открываем ворота сейчас проедем по асфальту и вернемся обратно не включился не включился хорошо у нас здесь участок с ямками как и характерная дорога для россии вот поехали ямочки я специально сейчас поеду что потрясло оттормаживаем включился ждем сейчас его выключение и едем по асфальту потом будет скорость показать на какой мы рискнемся выключился разгоняемся скорость скорость 30 не включился еще раз разгоняемся 80 резко тормозим приехал торможение включился сейчас разве меня все так ждем его выключение выключился делаю разворот через ямки канавки развернулся не включился ускоряемся не включился торможение включился привет там торможение включаются но это торможение я скидываю со 100 до 30 буквально за несколько секунд довольно резко торможение вот сейчас еду в обычном манере сейчас выключится выключается ну и сейчас просто обычном манере еду 40 50 60 70 80 хорошая машина электрички ну вот 80 обычно дорога он не включается начинаем плавное торможение не включается едем по ямкам плавненько плавненько по ямкам едем ну то есть если ехать в обычном режиме щадящим автомобиль то манометр не включается при этом еще надо учесть что он лежит у меня на коленях соответственно колеблется гораздо больше чем если бы он просто лежал на сиденье потому что меня от резких торможений и ускорений тоже вот сейчас меня поддернуло колени и вот он включился так что я полагаю что при обычном манере езды никаких проблем с быстрой разрядки батарейки в связи с движением автомобиля не будет сейчас мы посмотрим как падает давление вообще реагирует на давление в момент выстрела его раскладываю и начинаем стрелять мне не видно самому оно так должно упасть а потом чуть подняться вот сейчас она охладилась упала и сейчас начнет подыматься медленно медленно и потом стабилизируется вот она стабилизируется но 182 183 вот примерно стабилизация а теперь как заправка происходит опять же поехал вот у нас 185 манометр довольно точно реагирует на изменение температуры окружающего воздуха точно реагирует на быстро реагирует на сброс давления на подъем давления этот очень точный инструмент то есть класс точности его гораздо выше чем любого механического манометра тем более такого размера в серии мы их ожидаем наверное в сентябре соответственно когда будет серия у нас будет уже и цена для него можно будет его заказать как отдельную часть для своей винтовки и скорее всего будем ставить по умолчанию на все изделия которые будут выходить уже после того как он пойдет в серию пишите комментарии надеюсь что вам понравилось всего доброго